Ну вот, на прошлой лекции была доказана вот эта основная лемма Андрея Николаевича Кумагорова. Сейчас мы с помощью этой леммы уже гораздо проще, чем при доказательстве, собственно, леммы, выведем теорему, тоже, конечно, принадлежащую Кумагорову. Существует f от x, принадлежащая 0,2π, но 2π периодически других мы не рассматриваем. Такая, что ее ряд Фурье расходится почти всюду. Вот видите, это обычно признак хорошей теоремы. У нее короткая формулировка. Это вот так можно. Не обязательно, конечно, бывает всякое, но, как правило, если формулировка теоремы очень длинная, то это означает, что либо она малоинтересна, либо просто она недостаточно отработана в плане каких-то условий, там еще что-то такое. Хорошие теоремы не могут быть очень длинными. Вот, значит, я буду, вот специально здесь осталась формулировка этой самой леммы, которой мы будем пользоваться. Значит, доказательство. Построим возрастающую последовательность номеров n и t вот, со следующими условиями. Значит, ну, во-первых, конечно, n первое будет больше либо равно здесь вот n нуле о, о котором здесь шла речь. Ну, это просто, чтобы дальнейшее было определено. Во-вторых, воспользовавшись, вот, значит, этим свойством 3, что числа mn-ты монотонно стремятся к бесконечности, мы будем выбирать их так, что единица делить на корень из mn-ты будет меньше либо равно единицы на 2 в степени i при всех им. Ну, понятно, что это можно обеспечить. В-третьих, значит, вот здесь шла речь о числах bn-тах это те, которые у нас ограничивают значит, частичные суммы функции fi-энты. Так вот, значит, для любого и большего единицы должно выполниться следующее. Сумма по g от единицы до i-1 bn-жи-ты должно быть меньше, чем 1-2 корень из mn-ты. Ну, это вот рекуррентно мы будем задавать mn-ты так, чтобы в частности и вот это тоже было выполнено. Вот это тоже было выполнено. Ну, и наконец, четвертое условие состоит в том, что вот числа куенты, которые здесь вот последовательны с куентом, будут обладать следующим свойством. Значит, максимум по единице меньше равняется g меньше равняется и минус 1. Вот этих чисел ку n-жи-тых давайте еще добавлю к этому плюс 1-2-ю. Поделить на корень из mn-жи-тых 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 да, mn-жи-тых же это текуще здесь должен тоже быть меньше либо равен единица на 2 в степени и при равном 2 и так далее. То есть это тоже некое условие налагаемое рекуррентным образом на выбор чисел mn-жи-тых все это можно сделать за счет того, что видите, здесь речь идет о величинах, которые уже определены у нас, поэтому это какое-то конечное число. Вот, а здесь соответственно у нас получается мы и подбираем уже следующее число вот таким вот условием. Теперь определим функцию f от x которая будет равна сумме по и от единицы до бесконечности единицы делить на корень из mn-и-т φ н-и-т от x вот fn-и-т это функция из нашей вот этой самой лимбы. Ну, видно, что во-первых, видно, что последовательность у нас состоит из неотрицательных функций. Вот это вообще члены ряда неотрицательны. Поэтому его можно по члену проинтегрировать. Значит, что мы имеем? Интеграл от 0 до 2 π f от x dx ну, конечный или бесконечный пока что будет равен сумме по и от единицы до бесконечности единицы на корень из mn-и-т-го и, соответственно, интеграл по 0 2p от функции φ от x до x значит, функции мы строили таким образом, что интеграл всегда двойка. Поэтому получается, что это удвоенная сумма просто по и от единицы до бесконечности единицы на корень из mn-и-т-я. Ну и вот вот это условие как раз дает нам сходимость данного ряда, как прогрессия сходится. То есть, отсюда получается, что f от x интегрируем на t. На t. Вот. Теперь, значит, пусть у нас x, пусть какое-то число и, скажем, больше единицы у нас и точка x принадлежит множеству e n-и-т. Опять-таки, e n-и-т это вот множество из этой самой леммы. Тогда согласно лемме существует такой номер p, который, конечно же, зависит от точки x, но он не превосходит числа qn-i-т. Вот того числа, который, опять же, вот из этой леммы. Со следующим условием, что модуль s pt от значит, функции φ n-i-t в точке x будет больше, чем вот число m-i-t. это у нас так сказать опять-таки то, что дает нам лемма. поскольку ядро дирехле это непрерывная функция, тогда мы имеем следующее. Если я теперь рассмотрю модуль частичной суммы вот с этим же номером, уже не от φ n-i-t, а от f в точке x, то я могу записать это как сумму по g от единицы до бесконечности значит ну кажется модуль я здесь напишу s p-t от функции φ n-g-t в точке x и умножить вот на этот коэффициент единицы делить на корень из m-n-g-t ну затем в этой сумме я ставлю одно слагаемое так сказать главное с плюсом а остальные у меня будут с минусом то есть я напишу что это больше либо равно единица как раз таки на корень из m-n-i-t на модуль s-p-t от φ-n-i-t в точке x минус минус сумма по g от единицы до i-1 минус единица на корень из m-n-g-t модуль s-p-f-n-g-t в точке x x и минус сумма теперь уже позже от i-1 до бесконечности единица на корень из m-n-g-t значит модуль s-p-f-n-g-t в точке x ну вот первое слагаемое у нас понятно какое это больше чем m-n-i-t мы разделили на корень из m-n-i-t значит получается больше корня из m-n-i-t первое слагаемое второе слагаемое здесь мы должны оценивать сверху поэтому я вот на это даже не буду обращать внимания они у меня маленькие но я их использовать не буду я воспользуюсь тем что вот эти вот величины не превосходят b-n-i-t то есть напишу что это сумма по g от 1 до i-1 b-n-g-t вот а вот в этом слагаемом тут немножко хитрее значит здесь я напишу просто такую очевидную оценку ну давайте может я надо было отдельно написать что значит если у меня какая-то функция g от x принадлежит l 0 2 п и п натуральная то модуль частичной суммы функции g в некоторой точке x это что такое есть единица на пи модуль интеграла от 0 до 2 пи значит здесь ставит g g от t на d ap x минус t dt я внесу модуль вовнутрь и воспользуюсь тем что ядро деревья у меня не превосходит p плюс 1 вторая то есть напишу p плюс 1 вторая делить на пи и на интеграл по 0 2 пи модуль g от t dt вот такая штука у меня останется вот если я этим воспользуюсь при оценке третьей суммы то что у меня получится у меня получится здесь такая штука сумма по g от и плюс 1 до бесконечности значит здесь будет стоять p плюс 1 вторая делить на корень из m n житая и останется ну единиц на пи бог с ним интеграл от 0 до 2 пи хи n житая от x dx который равен 2 успешно вот так что дальше мне нужно воспользоваться только тем что у меня что у меня значит что тут будет стоять здесь будет стоять у меня корень из m m t вот эти bng я подбирал так что это не больше чем 1 вторая корня из m n t а здесь будет стоять минус удвоенная сумма значит тут стоит сумма по g от и плюс 1 до бесконечности я могу тут написать максимальное из этих чисел q n и t плюс 1 вторая и делить на корень из m n житого вот но заметьте что последняя оценка как раз не дает то что у меня значит это будет давайте еще раз да почему меньше равно вдруг стало извините конечно больше больше равно больше равно 1 вторая корень из m n этого это разность вот этих двух минус 2 сумма по g вот и плюс 1 до бесконечности значит здесь стоит просто единица на 2 в степени g вот потому что и тут фиксировано а g стремится к бесконечности и вот мы так выбирали здесь эти m и t единицы на 2 в степени g вот ну вот видно что это дело так сказать вот это не больше ну например там 1 2 с учетом этого получается 1 2 корень из m и t минус 1 вот вот такие такая вот оценка у нас есть причем эта оценка есть на mx принадлежащем e n и t а что мы теперь сделаем это уже последний так сказать шаг в доказательстве мы теперь напишем верхний предел что называется множество а именно пусть у нас множество e это вот что такое пересечение по k от единицы до бесконечности объединение по i от k до бесконечности множестве n вот такое множество значит прежде всего посмотрим какова мера этого множества ну так как по лемме 8.3 меры e n и t сходятся к 2 p при и стремящей бесконечности то отсюда вытекает что мера объединения по i от k до бесконечности e n тем более тем более равна 2 p больше но она все множество лежит на 2 p больше не может быть и меньше тоже потому что мера стремится но но тогда раз тут имеется пересечение множеств мера каждого из которых 2 p значит все что остается это множество меры 0 и поэтому мера e у нас равна тоже 2 p ну а теперь значит если у нас если x принадлежит e то существует возрастающая последовательность ну скажем там не знаю r какие там они будут сейчас чтобы с индексами не ошибиться и r ты лучше возрастающие последовательности и r таких что x принадлежит e n и r для любого r но отсюда будет следовать что для любого фиксированного a найдется номер и r такой что корень из вот этого числа n и r минус единиц до 1 вторая будет больше числа a а и r и r будет больше 1 второй корня из m i r минус единица Вот так, вот-вот, больше а. Но отсюда будет следовать, что стало быть верхний предел, или лучше написать, ну, как угодно, можно верхняя грань. Просто меньше пояснений требует верхняя грань по всевозможным n модулей S, N, F, X равна бесконечности. Вот, а таких точек, как мы выяснили, множество мер 2π. Вот, все, значит, тем самым теорема Комогорова установлена. То есть, таким образом у нас получается, что есть интегрируемые функции с тем свойством, что их ряды Fourier расходятся почти все. Вот, ну, на всякий случай, скажу то, о чем уже до этого упоминал, что в 1966 году шведский математик Карлесон доказал, что если функция не просто интегрируемая, а интегрирована с квадратом, то есть лежит в L2, то у нее уже ряд Fourier сходится. Вот, в дальнейшем, через там несколько лет, после этого, уже американский математик Хант доказал, что то же самое верно, если функция лежит в некотором Lp с p больше 1. То есть, это тоже так, хотя доказательства там еще, уж у Карлесона, я, по-моему, упоминал оригинальные доказательства, порядка 100 страниц, у Хант еще больше. Вот, дальше можно, конечно, мы других пространств не рассматриваем, но там существует некая шкала промежуточная, которая позволяет, ну, как бы, больше дифференцировать функции. Ну, в частности, можно функцию не просто возводить в степень p, а возводить в степень p и домножать, например, на логарифм модуля этой функции плюс 1, ну, чтобы нули не было. Вот, тоже, ну, можно логарифм, можно еще что-нибудь, более тонкая шкала. И вот, по этой более тонкой шкале до сих пор неизвестен окончательный ответ на вопрос, какой же из этих классов, а классы эти называются классами Орлича, действительно обеспечивают сходимость почти всюду ряда Фурии функций. Окончательного ответа нет. Зазор там лет 20 назад был, грубо говоря, в логарифм, вот, а потом вот, ныне, слава богу, здравствующий наш математик Сергей Владимирович Конягин доказал, ну, короче говоря, этот зазор, грубо говоря, в два раза уменьшил. Теперь там зазор корень из логарифма. Но окончательного ответа до сих пор нет. Так, значит, теперь мы перейдем к следующей теме. Ну, опять же, я скажу, что это мы так только по касательной задеваем некий огромный пласт, который называется интерполяционные теоремы для линейных операторов. Нам они нужны будут с целью прояснить определенные вещи для коэффициентов Фурии, ну, как бы по возможности обобщить неравенство Бесселя и теорему Риса Фишера. Ну, а вообще-то, я говорю, большая очень такая наука и с очень интересными и важными результатами. Ну, вот сейчас вы увидите некий пример. Ну, сегодня, наверное, основные там вещи мне доказать не удастся, это уже следующая лекция. Ну, по крайней мере, начнем к этому. Значит, это параграф 9. Я так его назову несколько сложно, но так, чтобы это было максимально близко к сути дела. Называться это будет частный случай. Ну, именно частный случай. Там теорема гораздо глубже и сложнее по доказательству в полном своем объеме. Для наших целей как раз оценки коэффициентов Фурии, вот это вот вполне, этот случай, который я здесь буду рассказывать, он вполне сойдет, что называется, как раз. Но начну я с некой теоремы, которую, когда я читаю курс действительного анализа, я всегда доказываю. Но я сильно не уверен, что это делают все лекторы, поэтому я эту теорему здесь сейчас докажу. Она, благо, не слишком сложная. Вот, значит, теорема 9.1, ну, она называется представление интеграла от степени функции с помощью функции распределения. Я подозреваю, что это, наверное, есть и в теории вероятности такая штука, потому что функция распределения. Тут, конечно, нам Бог являл что-то такое вероятностное говорить. Ну, я ее, давайте, тут даже достаточно общей ситуацией докажу, потому что это не слишком усложняет доказательство, точнее, вообще не усложняет. Формулировка какая в ней. Итак, пусть у нас имеется какое-то измеримое пространство. Напомню, это тройка. Значит, хм мю, м от некой сигма алгебры, х единица, мю сигма аддитивная мера. Вообще говоря, даже сигма конечная. Здесь конечности требовать необязательно. Измеримое пространство. Число p больше равно единице. И f от x измеримая функция на вот этом самом эксаме. Ну, то есть, это означает, что она задана на единице пространство, измеримое, отображает его, ну, допустим, в R или в расширенное R. А вот, пусть также функция распределения f с индексом f маленькая. От y есть мера тех x, принадлежащих x большое, для которых модуль f маленькая от x больше y. Ну, конечная или бесконечная, как уж повезет. Вот. Ну, y здесь будем считать больше равным 0. Понятное дело. Тогда интеграл по x от модуля f маленькая от x в степени p дмю равняется p интеграл по 0 бесконечность y в степени p минус 1. Вот эта функция распределения, ну, здесь я напишу дмю и у, это просто классическая мера Лебега на подмножество 0 бесконечность. То есть мы обычно умерли. Ну, кстати, справа интеграл можно необязательно даже Лебеговским считать. Дело в том, что вот эта функция распределения очевидным образом не возрастает с ростом x. Поэтому то, что здесь получается справа, есть, по сути, интеграл от неотрицательной функции, которая на каждом конечном промежутке просто интегрируема по Риммону. Поэтому его можно рассматривать, в общем-то, даже как несобственный интеграл Риммона. Вот такая теорема, ну, с виду она может показаться довольно вычурной. Но в дальнейшем вы увидите, что как только мы вот начнем доказывать эту самую теорему Марцинкевича, там помощь вот этой технического вроде бы результата будет совершенно бесценной. И я встречал и другие случаи очень, так сказать, полезного использования вот этой теории. Доказательства. Ну, разумеется, не ограничивая общности, можно считать, что наша функция f от x неотрицательна. Потому что, заметьте, что и слева, и справа, по сути, мы имеем дело просто с модулем нашей функции f, поэтому тут, так сказать, уже ничего дальше можно и не говорить. Сразу взять модуль и все. А вот. Пусть вначале f от x проста. Я напомню, что это означает по определению. Это означает, что f от x можно представить вот в таком виде. Сумма k от единицы до i c ката на характеристические функции e ката х от x. То есть, это функция, принимающая конечное число значений. Каждое из значений для любого k е ката разумеется, есть некое измеримое множество. Между собой, мы будем считать, множество не пересекаются. к векам не равным g. Вот. Ну, затем можно, опять-таки, раз их конечное множество, считать, что 0 меньше c1, меньше и так далее, меньше cn. И, наконец, это входит тоже в понятие простой функции. Для любого k у нас мера е ката конечна. То есть, каждое ненулевое значение, хотя само суммарно, так сказать, x может иметь меру бесконечность в сигмаконечном случае, но любое ненулевое значение принимается на множестве конечной меры. Ну, это вот, так сказать, некий агрегат из действительного анализа. формально положим еще c нулевое равным 0. Мне для доказательства будет это нужно. заметим, что pt степень функции f это, по сути, вот что сумма k от единицы до n ck т в степени p на характеристические функции все эти агресса в екатах. И отсюда следует, что интеграл, в данном случае, очевидно, конечный, по x f от x в степени p демю будет просто равен сумме по k от единицы до n ck t в степени p мера екат. Вот такое вот число. Тут все понятно. Затем, теперь давайте разбираться, какая будет у нас функция распределения. Значит, функция распределения по y будет выглядеть так. Значит, если у нас y меняется от нуля до c первого, то какова мера тех точек, где функция больше y? Ну, собственно говоря, это мера объединения всех екатах. То есть, это мера объединения по k от единицы до n екатах, то есть, сумма по k от единицы до n мера екатах. Что произойдет дальше? Если у нас y перескочило через c1, но еще не дошло до c2, значит, из этой дружной компании выпадет множество е1, потому что на нем значение функции c1 и это меньше, чем y. Ну, меньше равно екатах. Значит, здесь уже у нас значение функции будет сумма по k от двойки до бесконечности меры екатах. Ну, дальнейшее, так сказать, более-менее понятно. Давайте я напишу предпоследнее. Если cn-1 меньше равняется y меньше cn-того, то это просто мера е-н-того последнего. И, наконец, это 0, когда y становится больше равно cn. Так что, здесь вот функция тоже вполне себе выписывается. поэтому если я теперь рассматриваю правую часть p интеграл от 0 до бесконечности y в степени p-1 f большое от f маленькое от y до y то здесь можно разбить на куски а именно какие? Значит, это будут куски по k от единицы до n p будет стоять на интеграл ck-1 до cк-1 y в степени p-1 но здесь просто dy я даже напишу потому что римановский интеграл по сути. Вот. Это с учетом того, что c нулевое у меня 0. И умножаться это все будет на сумму по r от k до n мер ертых. Вот. Интеграл очевидным образом берется и равняется это все сумма нулевое k от единицы до n ck t в степени p минус ck минус 1 в степени p и сумма по r от k до n мер ертых. Ну, затем делаем преобразование абеля. Вот. У этих величин берем разности, у этих берем суммы и не забываем по-прежнему, что c нулевое равно нулю. если это провести, то здесь как раз и будет сумма по k от единицы до n ck t в степени p умножить на меру ек t. Вот. Ну и сравнивая вот с этим, получаем, что действительно для простой функции у нас имеет место равенство таких интегралов. на самом деле это в общем вся идея здесь, потому что дальше начинается техника. Если теперь f от x произвольная, ну не отрицательная по-прежнему, измеримая функция, то существует последовательность простых неотрицательных f от x, которые монотонно не убывая, сходятся к ней приемлемо стремящемся к бесконечности на x большой. Это некий факт из действительного анализа, вот он-то как раз уже присутствует во всех курсах, поэтому я не буду останавливаться на построении, саму по себе конечно интересная вещь, но я не ставлю задачи заново рассказывать курс действительного анализа. Вот, значит, кроме того заметим, что для любого y большего нуля, значит, если это так, то множество тех x принадлежащих x большое, где f от x больше y будет равно объединению значит, множество тех x принадлежащих x большое, где f nt от x больше y ну и за сходимость. Вот, тогда применяя теорему о непрерывности мира в чем должен сказать, что здесь надо ее применять в расширенном варианте. Теорема о непрерывности мера обычно касается ситуации, когда мера конечна. Но вот, когда мера сигма конечна, то есть, возможно, бесконечные значения, здесь, как бы, одна из теорем перестает быть справедлива, а именно какая? если у нас имеется последовательность вложенных множеств, которая в пересечении дает наше множество, то необязательно мера вот множества пересечения, ну, мера пересечения будет есть предел, равняться пределу меры. Это простой пример лучей от н до бесконечности. Но второй вариант, когда напротив множества расширяются, как здесь, вот он остается верным и в сигмаконечном случае. Вот с учетом этой оговорки, тогда отсюда будет вытекать, что от fn t от y, но они, конечно, будут тоже, раз fn и монотонны, то эти функции распределения будут монотонны, они будут сходиться вот к этому величине. Тогда что мы имеем? Значит, надо два раза использовать теорему b по леве. С одной стороны, значит, для любого n у нас, как мы уже выяснили, интеграл по x fn t от x в степени p d мю равен интегралу по 0 бесконечность p y в степени p минус 1 f большое от fn t y d мю y. А теперь n стремим к бесконечности. И вот эта величина по теореме b по леве сходится к интегралу по x f от x в степени p d мю. И здесь то же самое. Ну, fn-то и монотонно, а все остальное просто неотрицательные величины, поэтому тоже здесь монотонность не нарушается. И тут сойдется, опять же, теорема b по леве к интегралу p интеграл по 0 бесконечность y в степени p-1 уже f от y d мю и тем самым вот наша вот эта теорема полностью у нас так это в общем-то будет хотя и очень важно, но все же вспомогательный инструмент вот для доказательства интерполяционной теоремы Мурцинкевича. Вот. Теперь некая часть связанная с определением. Без них тут никуда. Пусть у нас x m мю и y n ню это некоторые измеримые пространства. Значит, пусть у нас также k это некоторое подмножество измеримых на x m мю функции. и a это линейный оператор, который отображает k в множество измеримых уже на y n ню функций. вот. Значит, это общая ситуация. Вот определение 9.1. Пусть у нас числа p и r больше равны единице. скажем, что оператор a имеет сильный тип p r в том и только в том случае, когда, во-первых, множество k включает в себя в lp от x. Я сокращенно пишу. Формально, конечно, надо было xm писать. lp от x. То есть, там он определен на всех функциях и lp. И второе, значит, a является линейным непрерывным оператором из lp от x в lr от x. В lr от y, извините. Разумеется, пространство уже второе. При этом сильной нормой a мы будем называть просто норму оператора a как оператора из lp в l. Ну, самая обычная, так сказать, ситуация. которой вы неоднократно сталкивались на функциональном анализе. Вот. Эта вещь вам, в общем, хорошо известна. Теперь определение 9.2. Опять-таки, пусть числа p и r больше, равны единицы. Скажем, что a да, что a имеет слабый тип p r в том, в том и только в том случае, когда, ну, во-первых, конечно, область определения снова содержит lp от x, а вот, во-вторых, нечто другое. существует постоянная c больше нуля, такая, что для любой функции f из lp от x мера ню тех точек y, принадлежащих y, большое, для которых a f от y по модулю больше некоторого числа лямбда не превосходит вот этой постоянной делить на лямбда на норму f в lp от x и все это в степени r. Значит, опять-таки, для любого лямбда большего нуля. Вот такая вот интересная штука. При этом слабый p r нормой мы будем называть минимальное из таких c. Ну, на самом деле, строго говоря, надо было написать нижнюю грань, но, на самом деле, понятно, что если есть нижняя грань, то для нее это неравенство по-прежнему сохраняется, раз оно сохраняется для какой-то последовательности циента, сходящейся к этой штуке. Вот что такое слабое lp нормы. Вот, ну, конечно же, утверждение 9a1, оно совсем простенькое, состоит в том, что если a имеет сильный тип pr, то он имеет и слабый тип pr, и слабая pr норма меньше либо равна норме а просто из lp в lr. То есть слабая норма в этом случае не больше, чем сильная. Но это довольно естественно, иначе бы, так сказать, как-то у нас непонятно было, чем же сильная сильная и слабая. Вот, сильный тип сильная и слабая. Вот, это у нас, значит, вот такое утверждение. Но доказательство этого факта весьма простое. Значит, оно основано, по сути, на теореме Чугашова. Итак, значит, пусть у нас лямбда больше нуля, и через е лямбда, давайте обозначим множество тех у, принадлежащих у, для которых АФ от у по модулю больше лямбда. Вот такая вот штука. Тогда, значит, с одной стороны, что у нас есть? У нас есть утверждение, что для любой Ф из ЛП от Х норма АФ уже ВЛР от У, не больше, чем норма А из ЛП ВЛР, умножить на норму Ф ВЛП. Ну, это, конечно, здесь П от Х, а здесь ЛР от У, здесь ЛП от Х, но я в дальнейшем не буду делать еще, и тут и так будет все понятно. Вот, а с другой стороны, что такое АФ ВЛР от У? Это есть не что иное, как интеграл по У от модуля АФ от У в степени Р ДНЮ в степени единицы на Р. Вот, и это в свою очередь больше либо равно чем интеграл по У, не по У, а вот по ЕЛЯНДе как раз. по ЕЛЯНДе от того же самого в степени РДНЮ в степени 1 Р. Вот, а здесь АФ у нас больше, чем ЛЯНДе, значит, это больше либо равно значит, ЛЯНДу вначале возводим в степени Р, потом в степени 1 Р. Получаем модуль ЛЯНДе и дальше ну модуль можно не писать ЛЯНДе у нас же больше 0, зачем я модуль пишу. Вот, и мера ЕЛЯНДе в степени 1 Р. Вот, но если теперь посмотреть на начало и конец этого всего неравенства, то отсюда будет видно, что мера ЕЛЯНДе у нас меньше либо равна значит, норма А оператора из ЛП в ЛР делить на ЛЯНДе умножить на норму Ф в ЛП и все это дело возведем в степени Р. Ну вот, отсюда видно, что в частности эта норма годится как некоторая С. Может быть, есть меньшая С, но тогда тут утверждалось, что она меньше либо равна, тут не утверждалось именно равенство, поэтому прям самым данное утверждение доказано. Вот, ну вот теперь я уже сформулирую собственно теорему Морсенкевича, но беда в том, что я ее конечно доказать сегодня не успею, я только сформулирую самое начало какое-то схожу доказательство. Теорема 9.1 или частный случай интерполяционный теоремы Морсенкевича. И так, у нас снова есть два измеримых пространства. измеримые пространства. Вообще говоря, сигма конечная, не избраняется. Значит, есть два числа. Единица меньше либо равно P меньше R меньше бесконечности. и оператор A который ну, линейный оператор имею в виду. Линейный оператор A который одновременно является оператором слабого типа P P со слабой нормой L1 нормой M1 и слабого типа RR со слабой нормой M2. тогда для любого Q лежащего в промежутке от P до R то есть между этими двумя числами у нас Q лежит оператор A будет иметь сильный тип подчеркиваю здесь сильный вот это слабый это слабый а вот это сильный тип Q Q и норма оператора A из LQ в LQ будет не больше вот чего я вначале напишу потом поясню некая постоянная B ну не B лучше B там будет дальше какая-то постоянная E зависящая T P R R ну PR понятно что такое T чуть позже скажу M1 в степени T M2 в степени единицы минус T где T принадлежащее 0 и 1 таково что значит у нас единица на Q равняется T умножить на единицу на P плюс единица минус T на единицу на R A значит да и для любого скажем так епсилон больше 0 постоянная E T P R ограничено на промежутке епсилон единица минус епсилон имеется ввиду по T P R тут некие фиксированные величины а T плавающая величина вот ну понятно что раз Q лежит между R и P то и единица на Q лежит между единицей на P единицей на R а раз так то это некая точка отрезка и поэтому такое представление значит у нас неизбежно существует вот значит это интерполяционная теорема Марцинкевича это был в свое время колоссальный прорыв потому что интерполяционные теоремы до этого были была теорема Риса Торина так называемая но там речь шла о том что вот в крайних точках он тоже сильный тип имеет по сути дела тогда он в средних точках сильный тип имеет а вот выяснилось что ну с одной стороны вот можно здесь требовать только слабый тип наличие слабого типа а с другой стороны для реальных важных операторов ну например там вот мы увидим там связанную с рядами фурии как раз существенно более важным является случай когда у нас имеется слабый тип в хроничных точках вот значит ну давайте я самое начало этого доказательства проведу значит прежде всего целиком конечно я его точно не успею потому что здесь около часа нужно быть а чего уже сейчас у нас нету конечно меньше полчаса осталось я начну доказательства просто проверим вначале что LQ от х лежит в области определения оператора A потому что по формулировке оператор A у нас устроен так он определён на всех функциях из LP от x и на всех функциях из LR от x а Q это некое промежуточное значение поэтому давайте проверим что он определён просто и так пусть у нас функция f от x принадлежит LQ от x тогда давайте рассмотрим вот такие функции f1 от x которая будет равна f от x если модуль f от x не превосходит единицы и соответственно нулю в противном случае ну и соответственно функция f2 от x которая будет f от x минус f1 от x а по-другому на самом деле это будет f от x если модуль f от x больше единицы и 0 в противном случае а вот значит заметим следующее что например функция f1 от x если я ее возведу в степень r то то это меньше либо равно чем f от x в степени q почему почему потому что степень r больше и f1 от x у нас значит она функция принимающая значение не больше единицы значит если я ее возвожу в большую степень я могу только уменьшить значение вот ну это в тех точках очевидно где f от x не больше единицы а если f от x больше единицы то там это 0 ну а здесь это что-то такое поэтому это верно для любого x и отсюда вытекает что функция f1 от x принадлежит на самом деле lr от x потому что интеграл от r степени не больше чем интеграл от q степени функции f конечная величина аналогично совершенно у нас модуль f2 от x в степени p будет меньше либо равен модуля f от x в степени q потому что если тут не 0 то вот это значение больше единицы и мы его возводим в меньшую степень значит это получается значение меньше то есть получается что f2 у нас от x есть функция zp от x вот оператор а линеен ну что в частности я может быть так сказать это не сказал но это подразумевает линейности по области определения то есть у нас так как определено а f1 определены а f2 отсюда вытекает что а f которая логично положить равным а f1 плюс а f2 также определено вот так что вот ну такой факт он конечно пока для доказательства ничего нам особенного не дает но по крайней мере говорит что мы можем рассматривать оператор а на функцию хозельку он каким-то образом будет определён вот ну вот значит это первое что можно сегодня сделать и второе тоже совсем незначительная часть но необходимая давайте я вот из этого равенства значит равенство единицы на q равняется t на единицу на p плюс единица минус t на единицу на r выведу чему равно t и чему равно единица минус t потому что это критично будет так сказать для нашего доказательства чтобы в следующий раз на это не тратить времени вот ну здесь значит t довольно просто что мы имеем единица на q минус единица на r равняется t на единицу на p минус единица на r отсюда отсюда у нас t равняется единица на q минус единица на r делить на единицу на p минус единица на r вот ну давайте все умножим на p q r значит что у нас тогда получится значит все имею ввиду числитель и знаменатель здесь будет p r минус p q а здесь если мы на p q r умножим будет q r минус тоже p q ну в числителе можно p вынести за скобку будет соответственно p на r минус q в знаменателе можно q вынести за скобку будет сейчас r минус p получается q на r минус p вот такая вот есть формула для t это t это теперь единица минус t единица минус t ну здесь уместно будет вот из этого вот вычесть единицу значит p r минус p q q r минус p q минус единица значит ну знаменатель будет по-прежнему такой же q на r минус p значит что будет в числителе p r минус p q минус q r и плюс p q значит p q сократится останется в числителе у нас p r минус q r или иными словами если r вынесем вот то будет p минус q а здесь q r минус p вот вот формула для единицы минус t то и другое значит нам в следующий раз пригодится когда будем вот проверять вот эту вот самую формула вот ну тогда по-видимому данную лекцию я на этом закончу уж тогда продолжим мы все в следующий раз м а а а а а а а и Продолжение следует...